друзья всем привет всем привет пол двенадцатого я пришла с медпункта у меня печка топится с новыми колосниками так пришла с медпункта поставила варить больше наверно в общем что я вчера баночку открыла я ее туда загрузила вот у меня ничего не пропадала нарезала уже пусты порезала приготовила здесь я пережарила лук и свеклу сюда знаете томатной пасты нету я кинула сюда три помидорки это мне будет место место томатной пасты сюда лук ой сюда картошку и добавлю на четверочку погода у нас похолодало вообще ну слава богу что нет дождя помидорок сниму шкурку закопила печку а то прохладно не охота мне их под холодную воду окунать и так горячо в общем я их туда запущу помидорки прохладно-прохладно ветер сильный прям задурет ой у меня столько работы друзья столько работы я не знаю ожидаю еще воля должна приехать позвонила сейчас говорит на стрижку заедем подстригемся и тебе приедем так это шкурка не надо и ко мне заедут ой у меня работы я вырвала же там синку прям знаете с ботвой сегодня нужно ее обрезать выбрать время обрезать синку дальше что помидоры дособирать потому что может быть дождик будет может не сегодня так завтра у нас как-то пасмурно на улице холодно и пасмурно достала компасу домашнюю оля приедет надо угощать ее же голова домой им отрежу попробовать вот я в морозилку засунула сейчас вытащила думаю пускай я к обеду приеду пускай отойдет потом какая у меня еще работа ой друзья работа хоть в шахте спи хотела сделать может быть сегодня успею не успею не знаю хотела сделать хреновину с горчицей соседка дала рецепт вот говорит вообще хороший вкусный рецепт с сухой горчицей ну там не сложно делать наверное я сделаю сегодня так что я говорю ну с хреном то я знаю хреновину а с горчицей что то я не знаю она говорит хорошая в общем сделаю друзья так надо по соли попробовать что тут на соль сейчас сварю чтобы было что покушать в доме тепло хорошо так помидоры дособирать что еще и все что ли и все и вся работа что ли нет друзья работы много очень ботву сейчас оля соберет огурцы там какие последние ботву эту всю буду вытирать убирать с огорода вот надо помаленечку огород освобождать друзья забыла вам похвалиться что я сегодня сделала в общем мне вот эти ящички не нравились как они выдвигаются ну со скрежетом с каким-то прям туго-туго я говорю Андрей дай мне масло машинного он говорит зачем я говорю надо меня в общем он мне дал масло я его наверное унесла я вытащила вот эти вот по одному ящички смазала колесики маслом и на ящики и там смазала и промазала все вот эти вот рельс или как их называют все и они у меня стали ездить а то с таким скрежетом ну невозможно о видите как хорошо это что такое в общем вылечила вылечила друзья так надо бросить сюда капусты а то мне не нравилось прям не нравилось сейчас все хорошо сделала нормально так все сейчас прокипит заброшу сюда пережарку так а где я лаврушку приносила лаврушку листочек с веранды принесла куда то я его запропастила друзья вот куда я девала вы не видите нет куда я положила листик листик ой друзья это что такое так на укол я сходила я говорила да у меня уже амнезия ну не знаю пойду за вторым в общем в общем куда то задевала листик я уже вспомнила что нас сейчас двадцать восемь тысяч я вас поздравляю с этой цифрой и себя конечно поздравляю спасибо за просмотры спасибо что пишите хорошие комментарии очень приятно прям комментарии читаешь знаете книгу можно написать прям такие комментарии хорошие вообще читаешь все изложено все понятно все прям не одной фразой а прям ну вообще хорошие комментарии друзья спасибо всем всех уважаю всех люблю пишите не стесняйтесь только плохое не пишите бывает что такие знаете недоброжелатели пишут что попало но это вас не касается основная масса хорошие подписчики это точно друзья вот а там какой-то процент знаете это везде наверное правда так ну конечно расстраиваешься вот все это западает в душу ну что сделаешь так ну все практически сейчас минутки две покипит и буду выключать и больше у меня гад обрезаю обрезаю представляете какая чернушки семян выросли вот такие вот настоящий лук вырос с нее чернушки обрежу сейчас ее где-то надо ее тоже сушить приезжала Оля так а это большой сразу лук не буду я его оставлять я поменьше буду оставлять крупный буду на еду сбрасывать покроводала у нас видите как я одетая Оля приезжала вот сейчас они только я их отправила поехали набрали мелкой картошки зерна набрали а мне столько вкусняшек опять навезли ой вообще прямо говорю вы меня балуете столько вкусняшек потом я вам покажу черненький котенок подходит иди сюда боится сюда иди так это вот большой прямо я не буду его оставлять в доме тепло Оля замерзла говорит ой как у тебя хорошо как у тебя тепло она в школе работает а в школе же еще не топят еще прохладно котик ты что думаешь что тут мясо видно вам подходит потихонечку так что так что Ольга погрелась я немножко протопила там дровинок закинула подруга сегодня уголь привезла хороший хороший уголь надо тоже вывозить ну наверное как сегодня хочется после 20 наверное буду вывозить сейчас пока никак так туда-сюда и глубокая осень будет вот смотрите что наросло настоящая луковица возили на тележке тележка вся сломалась колесо спущенное колесо выпадывает поправляли но перевозили слава богу слава богу так где-то маленькая есть видите смотрите вот такой есть и вот такой видите какая выросла здоровая так где-то тут еще маленькая была вот она есть вот такой совсем маленький так ну ладно я буду обрезать не буду вас отвлекать а еще нас забирала целое ведро с горой огурцов хорошие зеленые такие прям хорошие огурцы говорю Оля тебе работа закручивать так ладно все друзья пока отключусь у меня дело быстрее пойдет помидор еще надо обрывать вот что у меня там еще восемь кустов не оборваны а эти черри их же очень много на кусту пока я с ними расчухаю так ящик он такой хлипкий наверное сюда в общем почистила еще чеснок лучок этот на семена обрезала чеснок обрезала так а этот крупный сюда наверное я его на еду ух так а это все надо вывести чеснок нынче видите какой мелкий яровой так совсем вот какой еще мельче даже есть и мало его что теперь сделаешь так ну все сейчас это все занесу расставлю по местам а это вывезу тачку у меня веранда уже стала как кладовка так посмотрите Оля привезла мне молока 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 две банки трех литровых молока сметана вот такой кусок тяжелый масло сливочного представляете чё я говорю Оля у меня еще молоко запихано в морозильное столько же бутылок еще лежит бери ешь бери ешь и вот еще друзья смотрите целое ведро сейчас поставлю творог делать молока на творог вот вот я уже простокваша сейчас поставлю оттоплю творог в общем вот таких вкусняшек она мне привезла и ванночку сливок этих густых вот я сейчас с устатку пойду наверное сливочки с чаем и так захотела что-то я каши пшенной с молоком пока не заморозила я его сварю наверное пшенной кашки молочной люблю пшенную кашу вот гостинички такие вот у меня сегодня спасибо Олечке трудятся конечно они со своим мужем Сережей и мама им помогает по дому молочко сепарировать когда масло взбить посуду помыть в общем всем спасибо за гостинцы уй Продолжение следует... 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 корней капусты в каждом в каждом дворе капуста растет да это у меня еще мало у людей то люди по многу садят капусту вот и она везде вот видите по наросла в том году у меня было 30 с лишним а сейчас 13 кустов и наросло ее черти сколько ой перчик вот краснеет краснеет перчик горький андрей сегодня ел с борщом ох и горький говорит мама ч но он же горький поэтому он и горький так ну ладно друзья наверно буду с вами прощаться до завтра завтра будем что-нибудь делать салат вот этот хреновину наверно будем делать всем пожелаю крепкого здоровья всем всего хорошего спасибо друзья за подписки за лайки да все все спасибо